Получилось два вот таких кольца. Для резания дерева использую перевод сверло. Название. Сделай себе этот супер мега. Погнала реакция. Здорово всем. Имеется вот такая вот деталюха. Это от фотоувеличителя СССР. Наша задача удалить вот это вот основание и добраться до, скажем, вот этой трубы вперед. Установил деталь на Рашин и по чуть-чуть, по чуть-чуть режу. Глядишь, до нового года таким образом отрежу. Технологичность ноль. Нужно признать. Однако, у меня нет подходящего отрезного резца. Да, и параметры моего станка таковы, что такую здоровую деталь очень сложно обрабатывать. Но ничего, ничего, по чуть-чуть. Время есть, куда спешить. И отрежем сейчас. И есть такое дело. Запястья не чувствую, правда. Ну, а что ты поделаешь? Что поделать? Наточил фиговую кучу алюминия. Я сдам, куплю BMW X5. Должно хватить примерно. Сто пудово. Пройдусь наждачной бумагой разной зернистости. Дабы блестело. Немного войлока. Вообще, алюминий лучше вулканитом полировать. Но у меня пока что его нет. Надо будет приобрести обязательно. Разрезал заготовку на две части. Получилось два вот таких кольца. Осталось обработать торцы. И будут замечательные колечки. Результат перед вами. Толщина 10,7 мм. Была приобретена вот такая разделочная доска. Материал бук. Стоимость всего лишь-то 30 гривен. Отличнейший материал. И дешевый. Произвел разметку. Вот такие два круга. И сейчас предстоит просвелить отверстие от 13 мм. Вот такие две чудо детали получились. Дальше. Есть вот такие две алюминиевые заготовочки. Внутри имеется резьба. И сейчас мы обточим торцы. И не только. Запрессовываю втулку в отверстие. Зажал заготовку в патроне токанон станка. И теперь обтачиваю до получения кругообразной формы. Ну, кругообразной, наверное, слова такого нет. Но будет ничего. Вот что получилось в конечном итоге. Сейчас наша задача просвелить отверстие вот так, вот так, по диагонали. Согласно разметке. Разумеется, точность тисков оставляет желать лучшего. Но для того предусмотрена и разметка. Благодаря ней я смогу поворачивать под необходимый мне угол заготовку. И сверлить максимально точно. Насколько это возможно в моих условиях. Переворачиваем. Снова обтачиваю. Необходимо снять всего лишь пару миллиметров. Снова обтачиваю. Смекалка наше все Хочу поделиться супер идеей Для резания дерева Использую перевод сверло Зажал его Плашка говорю Говорит содержатель и режу Режет просто шикардосно Просто замечательно Не знаю, правда откололось кусочек Не знаю, может быть Не совсем технологично, но зато Дешево сердито и практично Как говорится Получилось вот такое вот Чудорнадское колечко Разумеется, необходимо обработать И вот эту деталь Обточим До необходимого диаметра Временно соединил Все в единое целое Можно вот так сфотографировать На превью и название Сделай себе этот супер мега Устройство Из фрес, сверл И такой-то В общем Так, что дальше понадобится Это пока здесь А дальше потребуются Вот такие вот Шпажки Шпажки для Жарения Шашлыков Сала И прочих явств Чина Лично Си Цзиньпинь Прислал Возьмем Вот эти потолще Всегда интересовало Хотя, что всегда Недавно Буквально заинтересовало Но неужели у нас в Украине Вот такой вот Ширпотреб не могут делать Ёбки-палки Ну почему Китай? Ну ё-моё Так, ладно Воспользовавшись Суперклеем Устанавливаем Вот такие вот Перемычки Излишки Удаляю надфили Для надёжности Буквально пару капель Ещё Достаточно Ну сюда ещё чуть-чуть Всё, всё, всё Для придания Большей эстетической Привлекательности Покрываю Морилкой Скорее всего Придётся покрывать Покрыть Точнее Раза 3-4 Посмотрим Покрываю Матовым лаком Подчеркну Матовым Ох, помню Недавно спорил С одним подписчиком Доказывал мне Шуматового лака Не существует Вот Люблю таких людей Так Достаточно Ну Подсохнет Немножечко Наждачки С обратной стороны Ещё раз В общем Буду покрывать В два слоя Оклеив внутреннюю сторону Колец Скотчем Теперь нам необходимо Как бы Патинировать Алюминий Ну Проще говоря Состаре Тигу При всех Преимуществах Алюминия Основное преимущество Это Лёгкость обработки Алюминий Крайне Проблематично Окрашивается Покрывается Различными Лаками И так далее С этим Трудности Только анодирование И всё Но тем не менее Выход есть Для Решения Поставленной Задачи Нам потребуется Ёмкость Обыкновенная Пластиковая ёмкость Это пока что В сторону Устанавливаю И Супер мега чудо Средство Крот Для очистки Канализации Труп Точнее Главное В общем Щёлочь нужна Заливаем Хватит Погружаем Не сильно надолго Ибо Травление Достаточно Активное Может вытравить Настолько Насколько Нам не нужно С целью Обеспечения Равномерного Травления Естественно Переворачиваем Погнала Реакция Красотища Неописуемая После Травления Обязательно Тушу Алюминий В солевом Растворе В растворе Соли Вот такой Старческий Алюминий Получился А после Процедур Описанных Выше Ничего Так Ничего Буквально Немного Войлоком Ну Дабы Придать Немного Блеска Ну Буквально Чуть Чуть Сильно Немного Прижимаю Осуществляю Сборку Ничего Сложного Прессовывается Вот сюда И второй Аналогично Фиксирую Суперклей Вот такие Два Древнегреческих Колеса Получились Изобрел Колесо Что называется Думается мне Дни через пять Закончим Весь проект Все дело в том Что Эти колеса По изготовлению Заняли у меня Сильно Много Времени Остальное Будет Побыстрее Всем спасибо Что поддерживаете Меня Лайками И комментариями А я вам Жму руку На пасаран Покеда Всем Друзья